всем привет и такой большой обзор моей всей пряжи которые у меня есть и сейчас по каждой понемножечку расскажу длину с единственную я же забыла еще про одну бобинку вам показать сейчас я ее сниму интересная ниточка тут она тоненькая несколько сложений начну со стопроцентной шерсти цвет вообще не передает здесь он бирюзовый как бы на видео совсем не то здесь примерно такое есть это я брала на теплые жилетки всей семье ну нам хватит или на взрослых и если вязать зимой жилетки для меня стали вообще необходимы то есть один раз связала жилетку по них это классно потом стала вязать детям за это сов не очень любит стопроцентную шерсть единственный если на глубокий вырез чтобы не задевала кожу потому что он раздражает это очень не нравится это будет какой-то половичок в калидор на веранду из остатков обычными все полушарь самые обычные самые дешевые это не все моё как вы можете подумать мне тоже подавали очень много тесно на только половины этого пакета который покупал я сама когда-то остатки вот маленькие там где-то такой вот такой все то нам не подавали это остатки я из них вязала с нуту детские мягкие в принципе ответы защищает детям нравится что он маленький не колюченький вот эта пряжа это тот большой саватовый плед я думаю вы уже поняли да по расцветке вот это все пряжи на него наш ализе супер лана наверно 800 купила два матка не помню что собиралась взять это все ализе лана gold classic вот этот весь пакет так единственный вот велюр как-то сюда попали но остатки по внешнему виду которые одинаковые все в один пакет собрала это мне тоже отдали вот это вот это вот это вот это вот это вот это все мне отдали вот эти два ряда так что я абсолютно не знаю что за ниточка ну честно говоря она очень похоже вот это на белую хотя нет здесь немножко пушок в общем они все похожи и что-нибудь с них можно будет унести сочетать здесь тоже вот этом еще дали дали тоже понятия не имею что это запрямо что за фирма что-нибудь с ними сделаем это ангора gold я с ними вязала по моему комплект какой-то и мне осталось буквально грамм 50 эту пряжу мне тоже отдали я из нее вязала она тоже классное понятие вообще не имею что это запрямо естественного без этикетки она такая блестящая три ниточки в общем ее такая дали моточка кто-то вот осталось кого-то от вязание и не ее позже так остался от корзина которая вязала наверное два года назад в подарок на 8 марта сестренкам и вторую мы тоже маме ну это все хлопок и рис и ну здесь тоже хлопок но это не рис это наверное ализабелла такие цвета тоже интересные более-менее сочетаемые но скорее не надо игрушки можно пустить это от пледа вот это пряжа отсюда топада помните обзоры его сюда прикреплю так но здесь у нас хлопок это ализабелла таком сочетании ализе мисс намного тоньше ниточка скрутка немножко другая и фиалка троицкая фиалку мне подарили ализе мисс это я вязала платьишки детские так штуки 3 их вязала в разных цветах она была одно было платье на заказ одно на выписку софии было и шляпку я вязала тоже на заказ все из ализе мисс очень тоненькая приятная ниточка не очень понравилось думаю будущее не вязать ну и что вот это пряжа понятия не имею что это я вообще никогда из такой навязал она такая интересненькая здесь 2 в 2 нити пушок ну в общем она странно наверное все таки весь есть шерсть покалывается кто это что это за нить понятия не имею это точно нет точно не ализе вот это тоже странно очень странно ниточка вот она прям пружинит что за нитка тоже мне это еще подавали но здесь по еточки хлопок наверно с пайетками тут хлопок виде шнурка на и камеру не передаст на вот видите вот такой шнурочек на ручку там поетки интересно будет конечность взять посмотреть хотя бы образец что это вообще как-то выглядит ну и последнее это моя коробочка газа у бэби вул это единственная коробка где прям помочка с пряжей прямо оформлена и стоит на столе для вдохновения вообще не забывал вязать когда такие сложные на шалу бэби вул в двух цветах и газа у викинг из газа у викинг я связала повязку себе обзор прикреплю газа у бэби вул не помню что-то по маме еще ничего не вязала а я вязала на такое есть такой вот цвет оранжевый вязала на заказ шапочку и комплектик шапочку и комбинезончик из вот такого оттенка то есть я себе тоже языка мне понравилось его выбрали и как я сразу упаковку заказала и всю то есть цвет мне нравится и думаю если что потом плачевками деткам свяжу и в принципе что и заранчиво что и синенького можно ниточка хорошенькая такая тоненькая и можно и две ниточки связать кому как понравится ну посмотрим в общем как как я могла про нее забыть понятия не имею вот это не ренос прям стопроцентный скрученные в не помню сколько в четыре по моему нити он очень тонкий в 4 ниточки скручен ужасно красивый цвета конечно не передает я уже связала образец постирала высушила смотрите какой классный лучше мне он очень нравится я хотела такую конечно кардиганчик такого цвета какие-нибудь байкоса туда добавить это я вязала на три с половиной то что он хоть ниточка и тоненькая кстати когда да в это вообще как сеточка была потом когда постирала пряжа конечно вот так вот раскрылась ровненько красивенько мне очень-очень нравится резинку что-то я не связала хотела тоже посмотреть держит не держит ну что-то я при нее забыла вот такая бобинка здесь 600 грамм вот так что на большой взрослый кардинам точно хватит ну это конечно моя прелесть по моей пряжи которую у меня есть также у меня есть пару моточков пряжи для благотворительного клуба нити добра я ее сюда не включала про клуб нити добра я сделаю отдельные ролики для осведомленности да что это вообще такое почему зачем и для чего и почему вообще мамы сами не вяжут вот у меня уже была такая мысль я уже все это собиралась заснять пока единственное что он не получается немножко мне на лице немножко высыпала поэтому пока лицом снимать не буду наверное еще с недельку сейчас пройдет на лице высыпания не было я уже нормально спокойно снимать видео ну что спасибо за внимание расскажите какая пряжа вам было интересно посмотреть более подробный обзор по каждой пряжи я буду делать в любом случае не знаю что будут эти бизнес без этикеток безымянные делать не буду а вот по а вот обзор палец его на колод классик вот пожалуйста можно сравнить четыре цвета между собой как они что они какое у них различие есть также валюровая пряжа не на очень понравилось подушку я же даже не снимала из нее который связалась с тренки на день рождения аж в январе но тоже сниму обзор подушки и вам уже потом скину ну что до новых встреч тогда обязательно посмотрите видео по вот этой пряжи если вам будет интересно что это вообще за пряжа да почему она вот так выглядит почему она перевязана все 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 это я рассказываю видео коротеньком там буквально минуты на три очень интересные блестяще и славит а кстати вот эти три я их тоже покупал для вот этого проекта для топа а вот эти два мне опять же тоже отдали с пряжей конечно такое дело что многие пробуют вязать у них ничего не получается еще не открыли какой-то урок а не подошел у меня не получилось пряжу закинули забросили а потом вспомнила мне же насти вяжу ну у меня тут завалялся моточек на побежать что-нибудь я вообще не против да вот сейчас как раз ребенок подрастать там не появляется побольше времени повязать ну вот тот момент что вот так вот хотели попробовать научиться вязать и не получилось да это конечно немного меня напрягает том плане как вязать сюда и наверное в том плане что я сама как бы стараюсь обучать своих детей каким-то навыкам и вообще тема мастер-классов мне интересно да так что как-то вот это меня немножечко так напрягает вот создание мастер-класс например и что человек сядет у него от первой попытки не получилось он закинет и все типа вязание это не мое и вообще это так сложно и все такое все в этом духе ну и как бы я так думаю нужно создавать какие-то мастер-классы именно чтобы они были настолько понятно что человек сразу сел взял крючок оп-оп-оп пару петелек у него все получилось то есть это как-то надо сидеть продумать и так все интересно показать и рассказать чтобы в итоге получился готовый проект ну это такие мысли размышления для тех вязальщиц которые хотят на самом деле я уже проводила два мастер-класса живых прямо так вот в офисе первый раз и было это с девушкой но она чуть старше меня было мы пробовали крючок ей не подошло и больше понравилось спицы вот с ним попробовали она уже научилась и лицевые и изнаночные и поворотные ряды делать а потом нужно было переезжать они уехали и мы потерялись по контактам второй раз это мамочка двумя детками обратилась девочками 7 и 5 лет вот старшие мы вязали крючком с младшей бисером ну то есть одновременно в общем тема обучения мне очень нравится я бы хотела как раз вот мастер-класса записать спасибо за внимание для новых встреч подписывайтесь на канал ставьте лайк уведомления и заходите на другие видео также будет интересно почитать ваши комментарии до новых встреч пока